Здравствуйте, дорогие читатели! Предлагаем послушать сказку китайской писательницы Бай Бин, как мышонок новую маму искал. Обиделся мышонок на строгую маму и решил себе найти новую. Кому только не обращался, и к ижихе, и к слонихе, и к зайчихе, и к медведице. Все звери готовы были приютить мышонка. Да вот ему ни одна мама так и не подошла. А как вы думаете, почему? А разве может кто-то маму заменить? Однажды мышонок не на шутку расшалился, и мама строго сказала непослушному сыну, нет сил терпеть твои выходки. Мышонок насупился и обиженно ответил, ты слишком строгая, вот уйду и найду себе новую маму. Хочешь найти себе новую маму? С удивлением спросила мышь. Да, воскликнул мышонок. Ну хорошо, вот и отправляйся на ее поиски, заявила мышь. Мышонок думал, что мама притворяется и сразу его остановит, как только он возьмется за ручку двери. Но мама оставалась серьезной и молча смотрела на сына. Делать нечего. Мышонок собрал чемодан и отправился в путь. Первый мышонок встретил Ежиху. Здравствуй, тетя Ежиха! Я ищу новую маму. Хочешь ей стать? Спросил он. Бедный малыш, воскликнул Ежиха, иди ко мне, я обниму тебя. Ежиха обняла мышонка крепко-крепко. Ой, ой, колется, подумал мышонок. Нет, Ежиха не может быть моей мамой. Мне не нравится, когда она меня обнимает. Отправился мышонок дальше и повстречал слониху. Я ищу новую маму. Будешь моей мамой? Спросил малыш. Почему бы и нет, ответила слониха. Полезай ко мне на спину. Слониха бережно взяла хоботом мышонка и закинула себе на спину. У малыша закружилась голова от такой высоты. Нет, так не пойдет, подумал он. Эта мама слишком большая для меня. Побежал мышонок дальше. Добрался до реки и увидел бегемотиху. Может, ты согласишься стать моей новой мамой? Спросил у нее мышонок. Конечно, собирайся ко мне на живот, ответила бегемотиха. Мышонок попытался собраться на живот, бегемотихи. Но новая мама была такая мокрая, что он все время сползал обратно на землю. Хм, эта мама слишком скользкая. Да я не хочу, я всегда жить в воде, разочарованно подумал мышонок. Забрел мышонок по лесу, где на поваленном дереве отдыхала медведица. Тетя, тетя медведица, пропищал мышонок, прошу тебя, стань моей новой мамой. Хорошо, я согласна, пророчала медведица. Голос у медведицы был такой угрожающий, что мышонок испугался и задрожал от страха. Ой-ой-ой, эта мама кричит еще громче, чем моя. Не нужна мне такая грозная мама, подумал он. Вскоре мышонок встретил крокодилицу. Мне нужна новая мама, возьмешь меня в сыновья, спросил ее мышонок. Таких быть, полезай ко мне в пасть, ответила крокодилица. Мышонок замер в испуге. Зачем? Ты собираешься меня съесть? Что ты, я своих дедок переношу в пасти, пока они не вырастут. Крокодилы так заботятся о своих малышах. Да не хочу лезть в такую страшную пасть. Такая зубастая мама может меня нечаянно съесть, подумал мышонок. Через некоторое время мышонок повстречал кенгуру. Может, ты захочешь стать моей новой мамой, спросил он. Я согласна, забирайся в сумку на моем животе, сказала кенгуру. В сумке было темно и душно. А когда мама кенгуру начала прыгать, мышонку стало очень плохо. Ох, не везет мне. Эта прыгучая мама мне тоже не подходит, решила он. Уже стемнело, а мышонок все шел и шел. Трог навстречу мой зайчиха. Куда ты идешь один? Где твоя мама? Ласково спросила его она мышонка. Я ищу себе новую маму. Пожалуйста, возьмись меня в сыновья. Жалобно попросил ее уставший мышонок. Иди ко мне, малыш, я тебя согрею. Сказала зайчиха и обняла мышонка. В объятиях зайчихи мышонку было мягкое и тепло. Пожалуй, добрая и пушистая зайчиха может стать моей новой мамой, радостно подумал он. Мышонок проголодался и попросил зайчиху, мама, покорми меня. Зайчиха дала мышонку морковку, но эта еда пришлась ему не по вкусу. Фу, с таким ужином я с голоду умру. Видно, и эта мама мне не подходит. Вернусь-ка я домой, решил он, и направился к двери. Но зайчиха остановила мышонка и ласково спросила. Куда ты отправился? Сегодня у тебя было долгое путешествие. Давай-ка я уложу тебе спать, отдохни, и утром вернешься домой. Мышонок подумал, подумал и согласился. И вправду, утром легче найти дорогу домой. Но мышонок никак не мог заснуть. Тогда зайчиха, чтобы его укачать, стала петь ему колыбельную. Маленький мышонок, белое брюшко, серые ушки, прыгает ловко, грезет морковку. Ты неправильно поешь, возразил мышонок. Нужно так. Маленький мышонок в поле пошел, голосок нашел. Зайчиха очень добрая, но она никогда не сможет стать моей мамой. Окончательно решил мышонок и, наконец-то, уснул. Утром мышонок выбежал из дома. Зайчихи помчался домой со всех ног. Вдруг он поскользнулся, упал в лужу, погрузился в воду с головой и в отчаянии закричал. Мама, мама! И тут его мама, настоящая мама, мышь выскочила из травы, вытащила мышонка из лужи. Обняла и сказала, не плачь, малыш, твоя мама здесь. Мышонок крепко прижался к маме и тихим голосом сказал, Мама, прости меня, я больше никогда не буду искать новую маму. Мышь и ее сынок отправились домой. Знаешь, мама, говорил мышонок, крепко держа мышь за лапу. У меня было много разных мам, но теперь я точно, точно, точно знаю, ты самая лучшая на свете, мама. Субтитры создавал DimaTorzok